Я приветствую всех вас, миром Господа Иисуса! Это богослужение Христианской Церкви Маранафа в это воскресенье. Мы рады, что мы можем собраться вместе с вами, даже виртуально, на нашем канале на YouTube. Но мы участвуем в богослужении все вместе, прославляем имя Бога нашего. Я хочу особенно поприветствовать наших гостей, тех, кого пригласили поучаствовать, или им, кому прислали, родственникам или знакомым, или соседам. Для нас большая радость, что вы сегодня с нами, и мы приглашаем вас иметь вместе с нами переживания с Богом живым. И мы начнем это богослужение с молитвы, воззвания. Мы будем взывать о силе крови. Я приглашаю членов церкви. Давайте мы встанем на колени сейчас пред Господом. А вы, кто гости наши, пребывайте. Как вам удобно? Чувствуйте себя свободно. Мы помолимся. Господь, мы взываем о силе крови Иисуса. Мы просим благословения Твое, прощения грехов наших, чтобы мы были в состоянии войти в присутствие Твое. Благослови нас, посети нас, говори к нашим сердцам, чтобы мы этим вечером могли получить Твое благословение, Твой проект, чтобы исполнился каждым из нас. Покрой нас в крови Иисуса. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Можете присаживаться. Мы прославим сейчас Господа. Мы споем Ему гимн, хвалы и поклонения Богу нашему, этому Богу чудному, который благословляет нас. И Дух Святой уже действует в нашей жизни, в вашей жизни. Славьте Бога вместе с нами. Поклоняйтесь Ему. Слова будут на экране. Участвуйте. Не смотрите просто, а участвуйте. Потому что у Бога есть благословение для вас. Когда я читаю книгу Твою, спаситель, открой очи мои, потому что я хочу видеть Тебя. За букву поведи меня, Господь. Тебя я ищу, Иисус, Искупитель мой. У берега моря, Иисус, Ты преломил хлеб, возблагодарив и накормил огромную толпу. Ты хлеб жизни. Приди, Господь, насытить и меня. Слава Иисусу! Да будет прославлено имя Господне. Господь благословляет нас. И мы продолжим поклоняться имени Ему. Мы будем петь Ему хвалу. Давайте дадим место Духу Святому, чтобы Дух Святой продолжал действовать. И сразу после этого псалма мы послушаем слово от Господа для нас. Я всегда буду помнить. Храбрость, любовь, твердость, посвящение и веру. Церкви времен Павла, Петра и Иоанна. Которые столкнули со всей яростью Рима и никогда не отвергли своей христианской веры. Они пример для меня, настоящий урок. Я всегда буду помнить. О храбрости святых, когда на аренах они раздираемы были львами. Чем ярче горели костры, тем сильнее слышалась хвала наших братьев и сестер. Когда они падали, проливая кровь на улицах, они входили в небеса с победой в руках. Они пример для меня, настоящий урок. О, Бог мой! Оживи снова церковь твою. Зажги пламя в народе, как горело оно в первых христианах. О, Бог мой! Оживи церковь твою. Снова! И догорит пламя в народе этом, начиная с моего сердца. О, Бог мой! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 14 главы 6 стих Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торzok ДимaTorzok Дима Торзок Дима Тorzok Идеологическом ли, что нормально, в определенной форме нельзя как бы его запрещать, нельзя восставать против тех, кто считает или кто же понимает о нуждах человеческих, физических заботиться, да? Иерархия проектов, как человека. И философия, она разрослась в этом, и теология даже к этому склонилась. И в этом составе, в этом союзе мы начинаем видеть политическую, идеологическую часть какого-то религиозного движения. Мы не пытаемся ранить или критиковать кого-то, социальный аспект или социальные программы какие-то, которые важны для человека. Человек живет в обществе, да, в социальном каком-то обществе, чтобы он был социальным, чтобы он мог относиться к другим людям, общаться. Это и от этого и происходит слово общество, да? Для нас социализм не такая проблема. Но мы хотим здесь показать вам разницу. Когда вы смотрите социализмно-историческую часть человека, это правильно, ну, по-человечески это правильно. Но мы хотим напомнить вам, что Евангелие, оно не историческое. Евангелие, оно пророческое в сути своей. И в чем же разница тогда в этих трех словах, которые мы видим, да, спасение, общение и плоть. Социализм, там человек всегда в центре, да, всего. И с другой стороны увидим пророчески. В филиппийцам 13.14 написано то, что Павел пишет о Евангелии. Он показывает следующее, что Евангелие – это не просто состояние какой-то человека. Или что-то, что ты приобрел, и что ты не потеряешь больше. Даже Павел говорит сам. Давайте взглянем филиппийцам. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». И так он дает здесь определение, да, Евангелие в процессе динамическом. В то время, когда в историческом плане это спасение статическое, спасен однажды, спасен навсегда. Это то, что теология защищает, философская, да, теология. Ты спасен, все, ты однажды спасен, ты навсегда спасен. Как будто ты в море находишься, да, бушующем. Тебя кто-то бросил, спасательный круг, ты схватился за него, все, я спасен. И потом отпустил этот спасательный круг, и все. И многие понимают спасение таким образом, историческое спасение. Когда мы говорим о историческом спасении, мы не против социализма, да. Мы понимаем, что помогать ближнему своему, в обществе организованном, делиться чем-то, это нет ничего неправильного в этом. Мы ничего против этого не говорим. Но, когда мы подходим к пророческой сути, то мы понимаем, что общение в социализме, когда правительство забирает все у людей и потом разделяет все между людьми. А для церкви, пророческой, общения, все общее, это совсем другое. Это койнония на греческом языке. Койнония, она в отношениях между человеком и Богом, и между другим человеком. Если нет связи человека с Богом, то и связь с его подобным, она аннулируется в пророческом аспекте. И теперь мы понимаем, что такое, можем понять, что такое тело. В социализме, историческом, да, в материальном, плоть, она собирает все, да. Итак, мы будем большое собрание проводить здесь. Давайте сделаем экуменизм такой. У каждого есть своя религия. Вы оставьте свою религию, и все пойдут в одну религию. Все будут думать одинаково, да. Извините. Нет, это не так. Плоть, человеческие интересы не имеют отношения к телу Христову. Тело Христово – это не устав какой-то церкви, это Дух Святой. По плоти, если я согласен с уставом моей церкви или с твоей церкви, это еще ничего не определяет. В этом нет проблем, конечно, но общение в Евангелии происходит в теле посредством Духа Святого. Не легализма, не за счет закона, то, что ты можешь менять в любое время. И мы хотим показать разницу между Евангелем, который проповедуется сегодня, как в христианстве, который имеет два течения. Историческое, что основывается на историческом, а другое – это пророческое, которое основывается на Духе Святым. Когда мы открываем Слово, мы видим, что в Слове записана история. И так ты относишься к Евангелии, к христианству через призму стоиков. Увидишь, например, притчу о девах, да, там история произошла, там был брак, там кто-то пригласил на брак, вспоминают, как какого рода происходили бракосочетания, почему же не их приходил, приглашения, которые он расстилал, и одежды, которые использовались, да, праздничные для всех приглашенных. Это одно. Проблема теперь, когда вы берете все это, вы можете зачитать Слово Божие. Это Слово Божие, у нее есть богодухновенность, но важно знать, что это богодухновение, оно приносится в правильное время. Сегодня у нас та же самая притча, которая была богодухновлена, она теперь открывается через откровение, и тогда мы видим новую историю, историю пророческого момента, в котором мы с вами сейчас живем. Это и есть пророческое, что переносит вечность, то, что дает человеку способность понять проект Божий через откровение, когда проект Божий открывается, и только Дух Святой может совершить это. И так мы видим общение, тело, открытое Слово, в понимании пророческим. Это все только может быть за счет Святого Духа. В историческом проекте, да, те, у кого есть Библия, подмышка ходит в церковь, кто говорит о богодухновенности, кто читает Библию. Все это правильно, но посмотрите, куда уносит историческое. Все в материальном мире. Они замкнуты в материальном мире, и вера становится материальной. Когда я возьму вот такой какой-то объект, и я говорю, если ты купишь этот объект у меня, он тебе в дом принесет благословение. Или кто-то там тебе что-то приносит материальное. Что я этим хочу сказать? Я говорю о христианстве историческом, где вера в материальное, в то, что ты видишь. Всякая вера, она в разуме. Но это историческая вера. А в пророческом времени всякая вера в разуме, это разум без веры. Потому что вера, это дар Божий. Он не по делам. Не через то, что ты видишь. Не через то, что ты можешь пощупать. Не через инсинуации или жесты она приходит. Посмотрите здесь. Я начну склоняться здесь руками жесты, чтобы пытаться впечатлить кого-то или ободрить кого-то. Или чтобы ты эмоции какие-то почувствовал. В Божьем проекте это не работает. В пророческом это не работает. В пророческом ты проповедуешь слово. Ну и лучшим образом, конечно. Но кто убеждает, это Дух Святой. Это не жесты. Не какой-то красивый внешний вид, то, что люди пытаются показать. Или убедить тебя, или внушить тебя. Ты можешь, или ты справишься. Это инсинуации психологические. И вы можете спросить, а стоит ли того инсинуировать? Это стоит для психологии. А в работе Святого Духа Дух Святой убеждает. Понимаете? Любовь может пользоваться чем хочет. Все могу в укрепляющем моем Иисусе Христа. Ты тоже можешь чем-то таким воспользоваться. В этом христианстве историческом я могу ввести всякого рода ресурсы, которые в моем распоряжении. и инсинуацией, которые ты можешь произвести. Это часто происходит такое. Люди устраивают на сцене. Разница у нас в том, что то, что историческое, отличается от пророческого. И люди предпочитают историческое. Почему? Потому что они приходят в церковь, у них там хвала, например. Кто-то там голос изменяет свой там. Или привлекает внимание к себе. Все, что они делают. Или что-то там глазки закатывает куда-то. Люди себя пытаются артистически высказать. Для всего есть сцена. Для всего есть свое место. Но не в церкви, не в Доме Божьем. Театр устраивает. И Лютер и Кальвин, они боролись из-за этого. Когда Лютер начал говорить о хвале. И они боролись, что хвала, она только для Бога. Она не может людей прославлять. Кто-то там красиво поет. Или еще что-то в этом роде. Итак, посмотрите, возлюбленные. Начиная с этого, что важно сейчас для нас? Это происхождение и доктрина. Когда мы говорим о пророческом. В чем же происхождение и доктрины пророческого? Когда я открываю Слово Божье, я вижу то, что имеет происхождение в нем. В историческом, но и прежде всего, это доктрина, которая открывает Дух Святой. Не какое-то самовыставление или мой разум, или мои способности понимать или убеждать кого-то в чем-то. Даже потому, что Евангелие, оно для простых людей. Иисус говорит, я говорю притчами, чтобы они, видя, не видели, и ухом слыша, не услышали. Мы говорим здесь о тайне, которая за пределами разума человеческого, которую только Дух Святой открывает. Итак, мы сейчас с вами подходим к концу. Давайте мы все это снова перерассмотрим. У нас есть проповедь Евангелия в наши дни. Вы, братья и сестры, вы всегда перед этими двумя вещами, перед выбором стоите. Историческое христианство, у них есть Библия, говорит о богодохновенности, говорит о вере, говорит о хвале. Они делают все то же самое, которое христианство пророческое делает. Но разница в том, что суть послания разная. Одни проповедят историческое христианство, а другие пророческое христианство. Поэтому в книге Откровения написано, «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие». Посмотрите внимательно, Откровение 14, 6. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Евангелие, истина, это Евангелие вечное, не историческое, не для этой жизни, не для насаждения религии, религиозных проектов, а проект Духа Святого, не от людей, не от их идей, а от Духа Святого. Где человек исполняет волю Божьего, призвавшего его, а не Бога заставляет исполнять человеческую волю. Это когда Бог хочет видеть человека, идящего по пути Божьему. И то, что каждому из нас предстоит сейчас. Люди очень многие живут обманываясь. Это уже стало обычным явлением. У меня в институте был очень требовательный преподаватель, да, и он говорит, когда вы скажете, да, клиенту «открыть рот, чтобы производить обследование рта, зубов», иногда вы можете увидеть что-то или на губах, или внутри рта, и вы можете подумать, что это болезнь какая-то. А может быть, это не та болезнь, а просто рак даже какой-то. легче тебе подумать, что это рак, а не простая болезнь, чем простая болезнь, а это рак. То есть, но лучше всего нельзя как бы путать две вещи. Евангелие, оно вечное, оно из вечности. А когда люди человеческими делами все это засыпают, когда человек хочет прославиться сам, себя показать, то, что вы все уже знаете, это естественно для плотского человека, его желание высветиться, гордость его, самопровозношение, гордыня, да, он для этого способен на любые вещи, даже отвергнуть вечное Евангелие, которое спасло его однажды, чтобы начать проповедить другой Евангелие. А Павел говорит, не существует другого Евангелия. Для тех, кто уверовали один раз, для них нет двух Евангелий. Никто не забирает с собой Иисуса, Духа Святого, в свою жизнь и уходит. Если ты хочешь отдать свою душу кому-то, но я тебе скажу, не доверяй свою душу религии или христианству историческому, а истинному, вечному Евангелию. Продолжайте бороться за духовную жизнь, потому что Бог вас благословит. Итак, ангел посреди неба летит, и у него есть вечное Евангелие для провозглашения. Не тех ангелов, которые здесь на земле, он из вечности, он на небесах палит. Да благословит нас Господь. Давайте споем Псалом, и после Псалма мы помолимся. Так же, как он отправился на небеса, так же и придет Иисус Христос, когда прозвучит звук трубы. Когда голос архангела прогрымыхает на все небо, тогда я встречусь с Иисусом. Это такой праздничный, торжественный день будет, когда прозвучит звук трубы. Когда Христос спустится на облаках, чтобы триумфально обитать среди нас. И в этот день славы мое смертное тело преобразится в подобие телу Христову. И уже будучи свободным от смерти, от всякого зла, я буду наслаждаться тысячелетним Царством Христа. Я крестом умер для... даже если я буду страдать много боли здесь. Я сокрыл жизнь мою во Христе. И со Христом я буду царствовать. Музыка. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Господь и Бог, мы просим Тебя в этот час Прославь имя свое И прославь имя Иисуса среди нас Чтобы было пониманием всех тех, кто слышит нас Чтобы все им стало ясно Чтобы они могли понять о Евангелии вечном И чтобы знали и понимали И могли провести разницу между Евангелием Человеческим Заботой христианства, которая уже не имеет связи с вечностью От Евангелия спасения Евангелия царства, которую Господь Иисус проповедовал И где совершает чудеса и знамения Евангелие, продиктованное Духом Святым Через силу крови Иисуса Через открытое слово В этом теле Теле Христовом Всех тех, которые в этом общении находятся Которые связаны с тобой И со своими братьями и сестрами Таким образом мы просим Господь Благословения для всех тех, кто слышит нас Некоторые печальны сейчас Расстроены Мы знаем, что испытания велики в этот час И мы просим, чтобы Ангел Господень посетил каждое сердце Каждый дом, каждую семью Потому что мы ожидаем, Господь Того, что в сердцах наших и в разумах наших Что не может исчезнуть Это Евангелие вечное Таким образом, Господь, мы просим Благослови всех тех, кто слышит нас Принеси утешение Скорбящим, расстроенным сердцам И принеси надежду вечной жизни Во имя Иисуса мы просим тебя об этом Сейчас и во веки Аминь Благодать Нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа Несравненная любовь Бога Нашего Вечного Отца И сила Святые, сладкие, вечные Утешения Святого, славного Духа Иисуса Христа Добудутся всеми вами возлюбленным В этом Вечном Евангелии Сейчас и во веки Аминь Субтитры создавал DimaTorzok